Итак, следующий наш выступающий, у нас должен был быть другой порядок, говорить о Светхом Завете и перейти к Новому Завету. И теперь мы поменяли наш порядок. Следующий, это будет Урмас Ныммик, профессор, доцент отделения изучения семитических языков и Ветхого Завета. И Урмас Ныммик будет говорить о метанои до Христа или как обратиться согласно книгам «Премудрости». И его докторская работа была защищена в Макбурге, и в Тартусском университете была издана его книга с переводом и комментариями по его теме исследования. И сегодня он как раз расскажет нам о метанои до Христа и как обратиться согласно книгам «Премудрости». Итак, спасибо за приглашение, за представление. Спасибо за возможность выступить после такого глубоко почитаемого выступающего. И тема, о которой я буду говорить, интересна, может быть немного запутанная, но я изучаю Светхий Завет. И если мы не будем говорить о теологии Ветхого Завета, что вот Бог создал мир и избрал Израиль, то, может быть, все остальное будет очень запутанно. Ветхий Завет не является ни Новым Заветом, ни древней еврейской религией, ни иудаизмом. Иудаизм не является христианством. Нельзя автоматически предполагать, что понятия, используемые в нашем христианском культурном пространстве, такие как обращение или покаяние, будут такими же, как и в древней еврейской религии. В то же время в Ветхом Завете, непосредственно связанных с ним апокрифах и псевдоэпиграфах, другая логика. Есть же кое-что, что связывает логику Ветхого и Нового Заветов. И литература мудрости и раннехристианские логика происходят из одной и той же эллинистической среды в Иерусалиме и вокруг него, около реки Йордан. Обращение и раскаяние в последние века до рождения Христа были важной темой, потому что об этом много говорили, и было бы трудно представить жизнь Иисуса и Иоанна Крестителя без мотивов сожаления и обращения. Если вы хотели бы систематизировать теологию Ветхого Завета, то дефтераномистическая теология является наиболее заметной. Теологический тренд, названный в честь Пятой книги Моисея во Второзаконе, считает важным перейти от идолопоклонства к единому Богу Израиля. Так же, как это сформулировано в первой заповеди в Декологе. Та же самая дефтераномическая теология, которую можно условно назвать теологией обращения, отражена во многих так называемых исторических описаниях, например, Иисуса, Навина, Судей, Самуила или Царей. Везде важно, чтобы весь народ или царь обратились к Богу. Если этого не произойдет, придет пророк и напомнит об обращении. И если все еще не обращаются, то люди или царь будут подвергнуты Божьему наказанию, например, нападению, болезням или чему-то подобному. Такое обращение легко измерить. Если кто-то поклоняется Богу, образу, человеку или животному, называет имя другого Бога, чем Яхве, то в любом случае это идолопоклонничество. Правильное поклонение — это невидимое, неиконическое поклонение Богу, молитва к нему и в период Второго Храма, то есть в V-I веке до н.э. и также жертвоприношение. Такое обращение выражается в библейском иврите глаголом «шубф», который, как это ни парадоксально, не переводит все гинти на греческий глагол «метаноэ» или существительном «метаноэ». Обычным соответствием является «пестрефу» или «апострефу». Эти греческие глаголы идеально соответствуют значению и контексту еврейского глагола. Однако священные писания, в которых септуагинты используют словесное слово «метаноэ», дает представление об определенном религиозном и литературно-историческом изменении нюанса. Так что, с одной стороны, нет сомнений в том, что дефтерономический подход к обращению был авторитетом для какой-то влиятельной религиозно-политической группы. С другой стороны, как это происходит в очень многослойном Ветхом Завете, различные аспекты литературы мудрости — это те, которые исправляют так называемое понимание основного потока. Здесь довольно важен глагол «метаноэ» и то, как ветхозаветная литература мудрости подготавливает более позднее иудоистическое и христианское понимание. Прежде чем смотреть на это развитие, изменение нюансов, следует упомянуть, что помимо осуждений идолопоклонства, чистота израильского народа или его отдельных членов становится более важной для более широких религиозно-политических партий во время Второго Храма. И сегодня я не буду останавливаться на вопросе необходимости тороцентрического очищения. Больше поговорим о том, что подход к литературе мудрости предполагает регулирование давнейших социальных отношений, общего социального права, которые играли роль в помощи бедным и борьбе с социальной несправедливостью. Если в литературе мудрости или в некоторых псалмах, связанных с ней, говорится о торе, то сегодня уделим больше внимания социальным заповедям и запретам. Ветхие заветы литературы, то есть традиционная литература мудрости Ветхого Завета включает книга-притчи, книги Иова и Собирателя, Кохелет и Экклезиаст, а также псалмы и часть пророческой литературы. Кроме того, для отдельных прозаических нарративов использовался термин «литература мудрости», например, в книгах Руфи или Иона. Разумеется, также обсуждалось, является ли все это литературой мудрости, или существует ли литература мудрости в дополнении к притчам. Понятие мудрости в старом мире было связано с умениями. Мудрый мог быть хорошим песцом, хорошим учителем и умелым мастером. Все было связано с обучением, опытом и мастерством. Мастерство вызвало уважение и трепет. Действительно, такое мастерство отражено в книге-притчей, особенно в ее более старых частях, которые по всей природе очень похожи на мудрость древнего Ближнего Востока и древнего Египта. Тем не менее, существует другой способ определения, позволяющий отнести все эти произведения, или, по крайней мере, части их, к литературе мудрости. И вот в чем вопрос. Как правильно себя вести? В более широком смысле старозаветная литература мудрости отвечала на вопрос, что делать. Для этого были предложены образцы для подражания, образцовые истории. В основе такой литературы лежит мудрый человек, особенный человек, легендарный человек, например, Иов, Соломон, Руфь и так далее. Развитие было настолько сильным, что даже традиционная мудрость книги-притч должна быть была приписана легендарному царю Соломону или, в большинстве случаев, царю Кезиньи, который должен был быть мудрым, потому что ему удалось более или менее сохранить независимость Иудеи и Иерусалима в сложных политических обстоятельствах. Таким образом, теология покаяния, основанная на Торе, была важной тенденцией во время второго храма, провинции Иудеи. Но было что-то еще. Хотя в науке в Новом Завете принято говорить о многих партиях или религиозных движениях, когда речь идет об истории жизни Иисуса, ветхозаветная наука придерживалась мнения, что народ Израиля был единым. Не верьте истории Израиля, которые вы можете предсчитать в разных книгах по истории, которые говорят, что не было никаких партий. И фактически корни различных групп восходят к персидскому периоду, 5-4 век до н.э. Разные группы могут иметь разное понимание, иногда даже противоречивые. В то время как богословие во второзаконии подчеркивало поклонение одному богу и отказ от идолов, в какой-то другой группе тороцентричность выражалась в моральных, социоэтических убеждениях, в третьей, в культовой чистоте. Вместо жертвоприношений можно было бы подчеркнуть чистоту сердца и молитв, отказ от нечистоты, различия между чистым и нечистым, типичным для более позднего и дуаизма, а также молитву и медитацию. Возвращаясь к литературе мудрости, прежде всего следует упомянуть, что вместо культовой чистоты основное внимание уделяется нравственной чистоте. Вот почему технический термин «шуф» здесь встречается редко. И все же Елифас, старейший, самый важный друг Киова, использует это понятие в финале своей речи, в призыве обратиться к Киову. Именно вот это слово «шуф». И я здесь процитирую. Это из 22 главы. «Если вы вернетесь к всемогущему, вы смиритесь. Если вы удалите неправедность из своих шатров, то тогда ты будешь радовать себя во всемогущем и поднимешь свое лицо к Богу». Контекст не идолопоклонства, а предполагаемые общественные социальные беззакония Иова. Даже Тора здесь не упоминается, что позволяет нам интерпретировать как нормы, так и упреки достаточно универсально. Однако это также указывает на возможность того, что в контексте единой веры в Бога и идолопоклонства больше не является большой проблемой. Ею является социальная несправедливость. И те, кто отказывается от несправедливости, уважают писанные и не писанные законы общества, исполняют таким образом волю Бога. При таком подходе в Старом мире предполагалось, что результатом гармонии между действием и последствиями будут улучшения жизни и статуса обращенного. Это было общее понимание оптимистической мудрости и веры. Именно это отношение было умелым, умным и образцовым. Но книга Иова не только отражает оптимистическую мудрость, но и значительно больше отражает скептистическую мудрость. И скептическая мудрость была известна на Древнем Ближнем Востоке и частично в Египте с третьего тысячелетия нашей эры. Это лучше всего известно нам по проблеме праведного страдальца. Подобно многим главным героям, протагонистам, до ветхозаветной литературы ее являлся таким типажем. Скептическая литература проблематизировала принцип гармонии действия последствий. В некоторых случаях жизнь простого человека не становилась радужной. Умения и мудрого поведения было уже недостаточно, если Бог решил иначе. И в качестве экскурса позвольте мне сказать, что я дал определение литературе мудрости в широком смысле. То есть сюда относятся как литература, посвященная проблеме правильного поведения и отношения. Это также помогает мне сегодня избежать сложной, более поздней проблемы теодицеи или богооправдания, которые, на мой взгляд, не являются проблематикой скептичной литературы старого мира. Но если Бог делал какой-то пример, то человек должен каким-то справиться с этим решением. Но как? Тем более, чтобы не накликать на себя еще больше бед. Таким образом, авторы книги Йова не задавались вопросом о природе Бога, они задавались вопросом о том, что должен делать Йов. Друзья в том мире давали логический совет, что от несправедливости надо обратиться к Богу. Геологическая часть этой книги Йова убеждена, что он не сделал ничего плохого и что Бог ведет себя неадекватно. Это, однако, приводит... То есть это отличает от всех Йову. Это получается, что разным Йов выступает в разных частях. Это, однако, приводит к божественному вмешательству в виде грозового облака и длинного монолога, от которого Йов не получает ни ответа, ни права. А это заставляет его скорее замолчать. Если оставить стороне историю с прозой, которая, впрочем, отсутствовала в самой старой версии книги Йова, то страдания Йова не заканчиваются. Решение должно было быть найдено где-то еще. Таким образом, логически говоря, обращение к Богу не должно было гарантировать хорошей доли. И в этом случае причина результата обращения заключается в чем-то другом. Однако предыстория проблемы книги Йова это еще один исторический факт. Во время второго храма в конце персидского периода и в эллинистический период усилилась социальная разобщенность в провинции Иудеи и соседних землях. Это, в свою очередь, означало усиление социального неравенства и его восприятия. Ветхозаветной литературе этот исторический факт осел в текстах нескольких движений. Особое внимание обращается на движения бедных и нуждающихся или в движениях, которые, с одной стороны, означали высокое происхождение, достаточно высокое происхождение, чтобы иметь возможность читать и писать, а, с другой стороны, противопоставление богатства как чего-то более Бога неугодного. Быть бедным означало признать свою правильную веру, то есть быть православным, по-видимому, независимо от того, насколько бедным был данный свидетель. Несомненно, конечно, что проблем и страданий должно было быть достаточно, чтобы это стало важной темой. И так их было много до бесконечности, что, помимо принципа отношения действия и последствия, появилась теория и теология страданий. Таким образом, страдания и беды стали постоянной ситуацией бедствия. И все же религиозные опыты и вера остались, чувство, что Бог рядом со страдающим. Но это означало, что в случае Овы важно было не содержание Божьего ответа, а то, что Бог вообще разговаривал с Иовой. Иов был Богом, хотя он страдал и молчал. Только сейчас можно построить вот этот мост к книге Иова, который не знает, почему у него отнимают почти все, но кто говорит, что Бог дал и взял, и Бог будет восхвален. И имя Бога будет восхвалено. Но Божьего не обратился. Ему это было не нужно, потому что он и так искал контакта с Богом методом нетерпимым и необычным для своих друзей, требуя, оправдывая и прозевая Бога в суд. Однако, читая сегодняшнее Гуёва, нельзя утверждать, что Иова вообще не обратился. Есть один текстовый слой, который изображает Иова таким, как мы знаем его сейчас. В литературно-историческом смысле книга Иова состоит из слоев, как луковица. Самый верхний, почти самый молодой, самый темный слой состоит из текстов, которые устанавливают в качестве идеала человеческое смирение перед Богом. В трех случаях в речи Ирифаса и Белдада добавлено утверждение, что человек создается как червь перед своим создателем. Из этого довольно пессимистического тезиса Иов делает единственно возможный вывод. В своих двух коротких ответах на речь Бога Иов признает, что он молчит и смиряется. Однако последнее требует изменений в отношении человека. Это предполагает, что человек наконец признает свою ничтозность и сделает то, чего никогда раньше не делал. Например, будет молчать место обвинения. Такое молчание становится идеалом ситуации постоянной страданий. И здесь можно сделать вывод, что обращение означает примирение в страданиях, изменение сознания. И на этом фоне нужно понимать использование другого библейского и юридского глагола в Ветхом Завете. Это глагол «Нихам», что в нефальской основе означает извиниться, передумать, покаяться, сожалеть, сострадать. И которое Септуагимта часто переводит, но не всегда, глаголом метаноэ, что для нас сегодня важно. Есть, конечно, исключения, как, например, последнее высказание Иова в книге Иова в главе 42, где он сожалеет о своих словах и говорит, «Поэтому я презираю себя и раскаиваюсь в пыли и пепле». На грецический язык это не переведено, но я полагаю, что для книги Иова очень часто используются варианты греческих выражений. Слово «нихам» в прямом языке означает такое отношение. И в любом случае это слово «нихам» означает фундаментальное изменение мышления и отношения и является доказательством того, что Бог тоже может изменять свое мнение. И если Бог передумает, то сразу можно видеть это и почувствовать. Например, если Бог меняет свое мнение, когда он видит, что его творение испорчено, например, потоп какой-то, и решает уничтожить, то есть, вот он изменил свое мнение и решил уничтожить все его, это потоп. Хотя здесь используется несколько иная терминология. Боги могут сожалеть, по крайней мере, испугаться, как Бог или Боги после потопа. в писаниях пророков, таких как Амос, Иоили, Иона, Закария, Иеремия, говорится, что Бог это тот, что изменяет свое мнение в пользу или не в пользу для человека из Израиля. Хотя некоторые из авторов Ветхого Завета оспаривают это. И сказал ему Самуил, «Господь сегодня разорвал царство израильское и отдал его другу твоему, который лучше тебя. Не лжет величие Израиля, не передумывает, потому что он не человек, чтобы передумать». В этом случае сожаление является принципиальным вопросом, то есть изменение мнения и означает любые конкретные последствия. В этих местах, особенно в книге Иеремии, глагол «нихам» переводится греческим метанои. И тем не менее наиболее важным для нас является использование метанои, метанои в произведениях, которые относятся к литературе мудрости древнего Израиля последнего этапа и написаны или сохранились в основном на греческом языке. В книге Бен Сира, известной нам как книга мудрости Иисуса Писателя, прекрасный пример позднееврейской литературы II до христианского века, которая парадоксальным образом сохранилась во всей своей полноте, только на греческом языке. Есть много общего с различными текстами и жанрами древнееврейской литературы, но новым является синтез предыдущего. Традиционные пословицы похожи на наставление, как в книге Иова. Неудивительно, что в книге 17 стихах 24-26 содержится наставление об обращении. В принципе, это могло бы относиться к высказыванию Элифаса, старшего друга Иова, если бы здесь не было глагола метаноио, покаяние, изменение сознания. Такие писания были замечены в связи с дефтерономической теологией, описанной выше, или, в свою очередь, с пророческими обличениями, но фокус литературы мудрости более индивидуален. Вместо людей обратиться должен один человек, и контекст тоже поздний. Тем, кто сожалеет метаноузим, позволит он вернуться, и он утешит тех, кто потерял надежду, повернить Господу и воздержись от греха, молись перед Его лицом и избегай неприятностей, обратись снова к Всевышнему, отвернись от беззакония и ненависть, и ненавидь подлость. Однако понимание обращения начинает меняться, когда мы возьмем другое произведение литературы мудрости, мудрость Соломона. Происходит так называемый теологический сдвиг, который, вероятно, связан с концепцией всемогущего единого Бога. Книга написана до Христа или во время Иисуса непосредственно на греческом языке, хотя она приписывается псевдоэпиграфу, типичному для легендарного мудрого царя Соломона. В главе 12 в некотором смысле логическое продолжение концепции смирения в стихе 10. «Но вы долго вели суд, давая нам возможность покаяться, метаноия. Даже если вы знали, что их происхождение было плохим, их зло врожденное, их образ мышления никогда не поменяется». История о бывших жителях Святой Земли, хананеях, которые жили до прихода Израиля, но все же примечательно, что они в основном нечисты. Они не так похожи на своего создателя, как предполагал поздний редактор книги. Тем не менее, Бог милостив к ним особым образом, позволяя наказанию приходить постепенно, чтобы осталось время обратиться и покаяться. Действительно, в главе 5 той же книги было сказано, что нечестивые и безбожные люди в грядущее апокаполитическое время раскаются. В стихе 3 говорится так, они будут говорить друг другу в раскаянии, и они будут стонать и говорить. Однако, примечательно то, что, как отметил один из комментаторов мудрости Соломона, Ганс Хюбнер, что мы имеем дело не с положительным покаянием, а вынужденным покаянием. Зачем еще безбожному вздыхать в мучениях души? Они сталкиваются с тем, что Бог наказывает, это наказание может быть ужасным, поэтому Бог все еще хочет, чтобы злые люди раскаялись, независимо от того, насколько они злы уже с рождения. Тот факт, что Бог хочет общения, раскрывается в главе 11, стихе 23. Но ты милосерден ко всем, потому что ты можешь все, и не замечаешь грехи людей, чтобы они могли покаяться. и есть метаноин. Непосредственно перед этим стихом обсуждается всемогущество Бога, и повторяется, что Бог может все. Бог также может игнорировать грехи, даже если он должен наказывать грешников согласно своим собственным законам. Однако у грешников есть возможность временно, так называемое временное окно, когда надо покаяться и обратиться. Возможно, самое резкое выражение, которое мы видим в стихе 19, главы 12. Благодаря таким работам ты научил своих людей, что праведники должны быть добрыми, и ты наполнил своих детей доброй надеждой, потому что ты даешь покаяние за грехи. То, что Бог может сделать с грешниками, он показал на разных язычниках, включая хананеев. В то же время он спас их в урок к Израилю. Спасение дает надежду. Вот почему Бог дает обращение. Это самое замечательное в этом отрывке. Сам Бог дает сожаление. И теперь мы перейдем к одному из текстов, на котором я хотел бы остановиться больше и процитировать его целиком. Этот текст известен под названием «Моритва Моносии» и как отдельное целое, как и часть апокрифической книги под названием «Оды». Это его тихо 12-я глава. Царь Моносии — это классический пример введения Ветхого Завета, как в период Тарова храма переписывались и дополняли существующие тексты. Известно, что хроники пишутся во всем мире и достаточно часто переписываются материалы различных книг, особенно Самуила и царств. Они начинаются с генеалогии, доходят до Саула и затем рассказывают только об Иудее и только о царях иудейских. Подход чрезвычайно черно-белый. В то время, как в книгах Самуила и Кинга у Давида было что-то хорошее, что-то плохое, то в книге времен Давид стал совершенно идеализованным, позитивным персонажем. Жизни различных иерусалимских царей были изображены соответственно в черном или белом свете, отношения действия и последствия были доведены до крайности. Проблемным персонажем был король Манасей, которого перспектива второзакония оценивает крайне негативно. Что касается черно-белого закона действия и последствия, проблема здесь заключалась в одной крошечной детали, а именно в том, что Манасей управлял или правил страной согласно первой книге царь в течение 55 лет, больше, чем любой другой царь Ветхого Завета, больше, чем сам великий Давид и Соломон вместе, то есть вместе 40 лет. Манасей 55 лет правил, и все же Манасей должен был умереть из-за своего греха как можно скорее. Автор книги времен нашел решение в обращении. Согласно этому обращению в следующей книгу уже не существовало. И вот согласно второй хронике 33 главы Манасей попадает в руки ассирийцев и заключается в тюрьму в Вавилоне. И там Манасей обращается. Это стихи 12-13 как раз. Но пока он был в беде, он пытался воспользоваться милостью Бога и смирился перед Богом. Он молился ему, и Бог услышал его и услышал его и вернул обратно в Иерусалим и в его царство. Тогда Манасей понял, что Всевышний и есть Бог. Здесь нет явного использования какого-либо глагола, чтобы выразить покаяние или обращение, но увещевание и смирение молитвы и просьбы означают как раз обращение. Но со временем мотив возрождения Манасей начал жил своей жизнью. Так же, как в то время стало привычным историзировать псалмы или приписывать их Давиду или находить их в биографии Давида. Так что псалмы, которые были добавлены как в книги Ветхого Завета, так и в Апокрифы и другие книги, самое главное, что большие и важные персонажи прославляют Бога. Манасейская молитва Манасей это один из тех гимнов, это был гимн написан на греческом языке во времена христианства. И все это приписывается Манасеев во время, когда он был в тюрьме. Причиной цитирования этого текста сегодня является слово метаноэ, которое пять раз появляется в середине псалма в форме существительного глагола. Еще раз в конце, этого так много, что теология псалма называют теологией покаяния. Как и в случае с книгой Мудрости Соломона, очевидно, что обращение дало человеку Бога. Бог есть Бог для всех, кто обращается. За исключением тех немногих, кто не согрешил и принадлежит поколению праведных, Авраам, Исаак и Яков. Есть исследователи, которые считают, что это христианский гимн, который, я считаю, не совпадает с категорической чистотой поколения праотцов. И если бы христианское происхождение было бы правдой, это настолько выдающийся переход от Ветхого Завета к Новому, то для совершения моего обзора обращения это больше всего подходит. И я бы хотел зачитать некоторые обращения из книги Мудрости Ветхого Завета. У меня есть на эстонском языке и на других языках империона, но в любом случае это звучит так. Господи, все держите всемогущие без наших бог наших предков Авраама и Савы и Якова и их праведного потомства. Ты, сотворивший небо и землю со всем порядком. Ты, кто сковал море своим командным словом, кто ограничил бездну и запечатал ее своим устрашающим и славным именем, после чего все дрожит и ходит перед лицом силы Твоей. Ибо величие Твоей славы невыносимо в непреодолимый гнев против грешника и непреодолимый гнев против грешника неотразим, но неизморимо и необъемлемо Твое обращение и милосердия. Ибо Ты, Господь Всевышний, сострадательный, терпеливый и очень милосердный. И Вы смягчаете человеческой традиции. Ты, Боже, по великой благости Твоей обещал покаяние, метаною и прощение тем, кто согрешил против Тебя. И во множестве Твоих милостей Ты назначил покаяние или метаною для грешников, чтобы они могли быть спасены. И посему Господь Боже праведный не назначил раскаяние или метаною для праведных Аврааму, Исааку и Якову, которые не согрешили против Тебя, а Ты назначил метаною или поканание для меня грешного. Ибо совершенных мною грехов больше, чем песка морского. Мои преступления умножаются, о Господи, они умножаются. Я не достоин смотреть вверх и видеть высоту небес из-за множества моих беззаконий. Я утяжелен множеством железных оков, так что я не могу распрямиться хорошо из-за своих грехов, и у меня нет мира покоя, потому что я спровоцировал Твой гнев и сделал то, что зло в Твоих глазах появилось возводить мерзость и обогащать идолов. Но теперь я сгибаю колено своего сердца, умоляя о Твоей доброте. Я согрешил, Господи, я согрешил, и я признаю свои беззакония. Я искренне умоляю Тебя, прости меня, Господи, прости. Не уничтожай меня своими беззакониями, не ненавидь вечно, помня мое зло, и не осуждай меня до глубины земли. Ибо Ты, Господь, их Бог, Который обращается, и Ты покажешь мне свою доброту, ибо, хотя я и не достоин, Ты спасешь меня своим обилием милости. Я буду славить Тебя во все свои дни и всю силу небес восхвалять. и буду восхвалять Тебя за всю силу небес. Аминь. Ну и в заключение, что можно сказать? То есть вы не узнали много, как обратиться, как обратиться, но в любом случае Верхий Завет говорит о том, что Тора важна, но важнее все-таки мысль, размышления и осуществления. Человек не может сам обратиться, но он может обратиться к Богу, если Бог считает, что человек может обратиться. Обращение в любом случае означает унижение. это исходит из Старого Завета, из текстов Моносии и других. И унижение обозначает также и прощение, потому что это означает то, что человек по качеству значительно отличается от создателя, то есть создан как червь земной. Поэтому ему нужно прощать. На этом я закончу. Спасибо. Спасибо. Если есть вопросы, вы можете как раз их задавать на любом языке. спасибо за вашу презентацию. Вы говорили о отношении Бога к хенитам. Можете рассказать, как он относился к другим нациям Ветхим Завете, которые написаны. Получили ли они вот это раскаяние и покаяние от Бога тоже или нет? Ну вот если говорите о том, что написано в Ветхом Завете, и вот это прощение и обращение к израильтянам в Ветхом Завете вообще не говорят о других народах. То есть, о чем я читал, эта книга мудрости Соломона, она не принадлежит канонам иудеев. И характерно то, что за несколько веков до пришествия Христа меняется понятие о Боге, что он становится доминирующим. То есть, этот Бог должен быть Богом для всех народностей, для всего мира, и что делает он для Израиля, это он должен делать и для всех, неважно простому человеку, одному человеку или народу. И как раз вот эти Ханоны тоже были включены в этот круг. И очень используется как раз описание того, как страдал вот этот страдал этот народ, который был Ханани, страдали, чтобы показать, что Бог есть для всех. Еще вопросы есть? Я задам вопрос тогда на то, что вы говорили о Боге, который передумывает, передумывает, вот что это означает? Это означает, что у Бога есть метанойя. Для этого было что-то интересное услышать, что мы говорим о метанойе, связанной с людьми. И вопрос следующий. Какая динамика между метанойя Бога и метанойя человека? Да, хороший вопрос. Конечно, Бог может трансформироваться, поменять свое мнение, то есть это будет слово метанойя. И нельзя, конечно, понять стопроцентно однозначно, что если Бог что-то переосмысливает, как это понять в Ветхом Завете обычно, когда идет переосмысление Бога, то случается какая-то катастрофа. Но есть и другие примеры. Например, когда пророк говорит о приближении какой-то катастрофы, человек обращается, и таким образом Бог не должен наказывать людей, то есть он передумывает, переосмысливает это. И вот то, что я вам цитировал, что отрывок там было сказано, что Бог не человек, он не передумывает. То есть в основном идет очень динамическое отношение между Богом и народом, то есть к этому можно подходить по-разному. Что если говорить о в теологическом плане, что означает переосмысление Бога для человека, что человек, когда он переосмысливает что-то, что это самое важное, что его жизнь меняется. Еще один вопрос. Вот молитва Манасея, которую вы читали, это ваш перевод на эстонском языке? Да. И такой вопрос. Почему нужно, чтобы появилась новая перевод книги Иова? Зачем нужен новый перевод этой книги? Ну, зачем нужно переводить Библию? Потому что язык меняется, и наши убеждения меняются, и также понимание Библии меняется, и наука, изучающая Библию, тоже находит что-то новое, и также в дополнении Библии есть такие принципы, которые нельзя как бы описать в одном переводе, то есть у нас есть разные переводы, разные точки зрения. Я переводил книгу Иова, потому что мне не нравилось, как Иов представлен в эстонском языке, и именно я исходил от формы, то есть мой перевод очень критично относится к форме и он как раз передает вот этот стих, который был характерен тому времени. Да, вот молитва Менаси, она была не переведена на эстонский язык, но мы вот начали, я начал с этого. Наконец, начало положено для перевода. спасибо. Спасибо. Спасибо.